Бахаше стартовал чемпионат Казахстана по Ассыкату. В нем принимают участие более 100 ветеранов спорта. 2 августа пройдет встреча жителей города с Акимом Карагандинской области. Аким Карагандинской области встретится с жителями Балхаша. Встреча с участием Ермаганбета Буликпаева и руководителей управления состоится 2 августа в 16.00 во Дворце культуры имени Хамзина. Дополнительную информацию можно получить по телефону 41935, а также отправить запрос по электронной почте или через электронную систему обращений eutnish.kz. Бахаше стартовал чемпионат Казахстана по Ассыкату. В соревнованиях, которые продлятся 4 дня, принимают участие около 100 человек. Ассыкату – одна из древнейших игр кочевников. По мнению ученых-этнографов, она появилась на территории Казахстана еще в первом тысячелетии до нашей эры и связана с животноводством и охотой. Впервые Ассыкату официально стал видом спорта в 1991 году. Сегодня более 70 тысяч детей в стране занимаются Ассыкату. Более тысячи тренеров воспитали порядка 60 мастеров спорта. Мы провели чемпионат Азии. Готовим мастеров спорта международного уровня. Кубок Евразии прошел в Турции. В настоящее время мы этим занимаемся и открываем федерации в Румынии, Турции, Республике Саха, Монголии, Кыргызстане. Ассыкату развивается на международном уровне. Лучшие спортсмены примут участие на состязаниях в Румынии. Они пройдут в сентябре. Стоит отметить, что в сентябре следующего года в столице Казахстана по инициативе президента страны Касымжамар Татукаева состоится всемирная игра Кушпенглер по Ассахату. Участие в ней примут 80 стран. В этом году игра Ассак набирает обороты. Возрастного ценза для участия в игре нет. Соревноваться на меткость могут и школьники, и пенсионеры. На самом деле, я с детства любил играть в Ассак. Почти 14 лет. А с 2011 года я участвую в популяризации игры, для того, чтобы она официально была одобрена как вид спорта. Выпустили правила на трех языках – казахский, русский, английский. Ассакату – это не только игра, но и вид спорта, который приносит пользу двигательным навыкам и общему здоровью человека. Гужана Талшикенова – участница чемпионата. Представляет козлорду. По профессии учитель физкультуры. В Бахаш я приезжаю впервые. Хочу отметить, что наша цель – это популяризация национальной игры без Ассак. При игре задействованы все части тела, а главное – мышцы глаз, так как приходится целиться в кость с расстояния 5-7 метров. Мои ученики выигрывают призы от лиг и сельских регионов. Теперь желаем удачи в сегодняшнем соревновании. Все составы хороши, все идет на высоком уровне. Я рада, что сегодня участвую в такой гонке в городе Бахаш. Чемпионат продлится до 3 августа. Победители получат специальные денежные призы. За третье место – 75 тысяч тенге. За второе – 100 тысяч. И за первое место – 150 тысяч тенге. Факты выпадения детей из окона особенно увеличиваются летом. По словам спасателей, причина – в ненадлежащем присмотре за детьми. Однако следует отметить, что большая часть населения все же соблюдает меры предосторожности, устанавливая специальные оконные ограждения. Об этом говорит тот факт, что в летний сезон заказы на них увеличиваются, отмечают предприниматели. Особенно сейчас часто случается падение детей. Поэтому важно уделять особое внимание безопасности. Например, в настоящее время мы производим различные ограждения. Самый простой – с сеткой, с пластиковым корпусом. Это главная цель. С начала лета у мастера бывает до 6 заказов в неделю. Большинство заявок подают молодые семьи. Человеческая жизнь – это большая ответственность. Сейчас появляются различные новые типы ограждений. Например, это ограждение может выдержать до 70 килограммов веса. То есть ребенок никак не выпадет. Специалисты управления ПОЧС обращаются к жителям города с просьбой не оставлять детей без присмотра и соблюдать 7 простых правил безопасности. Правило первое. Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка. Правило второе. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка. Правило три. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. Правило четыре. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. Правило пять. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон. Правило шесть. Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью забраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье. Правило семь. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Большинство случаев падения регистрируются в возрасте двух и пяти лет. Прошу жителей и гостей города Балхаш не оставлять своих детей без присмотра, не позволять детям играть возле окон. Кроме того, просим вас позаботиться о том, чтобы ваши окна были специально огорожены. Актюбинский велогонщик, путешественник, спортсмен, ветеран железнодорожной отрасли Жумабай от Аргалиев посетил Балхаш во время путешествия по Казахстану. Ахсакала встретили жители города. Свой велопробег он начал 21 июня из Атарау и посвятил его таким датам, как 800-летие султана Бейбарса, 25-летие Астаны и 70-летие строительства железной дороги Шу-Мойнте. Казахстан – большая страна. У нас есть Запад, Юг, Центральный Казахстан, Восток и Север. Но зачастую многие места мы не посещаем. Видим все по телевизору. Сейчас изменились города Аркалых, Джазгазган, Балхаш. Есть новая область Улутау. После выхода на пенсию я поставил себе цель посетить разные уголки нашей страны. Велогонщик всю свою жизнь проработал в железнодорожной отрасли. Он участвовал во многих спортивных соревнованиях по мини-футболу и волейболу. В 2017 году вышел на заслуженный отдых и осуществил свою детскую мечту – купил велосипед. Сейчас ему 69 лет. В Балхаше ветерану показали историко-краеведческий музей, познакомились с историей и богатством края. После того, как человек родился, ему необходимо совершить большое путешествие. У меня была мечта увидеть озеро Балхаш. И, к счастью, она исполняется. Продолжая свой путь по востоку страны, по городам Усть-Каменогорск и Семей, я был в Павлодаре некоторое время. В Караганде не был. Проехал города Астана, Бурабай, Кукшетау. Хочу поехать из Кустаная в Актюбе и завершить свой путь в Атрау. Балхашский тренер Уразгали Мухаммеджанов стал лучшим в республике. Он одержал победу в чемпионате Казахстана по дзюдо среди ветеранов-тренеров-мастеров спорта. В состязаниях приняли участие порядка 400 спортсменов. Наш земляк Уразгали Мухаммеджанов в весовой категории 60 килограммов провел три поединка, опередив соперников. Основные 90% в этой борьбе соревновались тренеры от 30 лет, а я выступал в возрасте 55-60 лет. В моем весе боролись 6 человек. Все тренеры. Были очень сильные борцы. Мой соперник был очень сильным – мастер спорта Кустаная. Я его тоже победил. Моя третья встреча прошла с сильным алматинским тренером. Мы боролись около трех минут, пока не истечет время. За последние три секунды я выиграл. Эта гонка была очень сложной. Стаж Уразгали Мухаммеджанова 30 лет. Он мастер спорта по казах-кресе, ветеран спорта по дзюдо. Сейчас он тренирует болхарских детей. Что касается его последних достижений, то за два месяца он стал двукратным чемпионом Казахстана по казах-кресе и дзюдо. В настоящее время у него обучаются 60 учеников. Всего у меня три группы, по 15 детей в каждой группе. Семь учеников являются кандидатами в мастера спорта. Эта победа – победа болхаша, победа спортивной школы. Теперь это образец для подражания молодежи. Останавливаться на достигнутом тренер не собирается. Он планирует выступить на чемпионате Казахстана по казах-кресе, который состоится в августе.